Добрый вечер, это программа «Археология» в студии Сергей Медведев. И знаете, начну с такой цитаты, которая, наверное, всем хорошо-хорошо помнится. Из фильма «Москва слезам не верит». Помните, там говорит героиня «Москва — это большая лотерея, здесь всё можно выиграть. Здесь живут дипломаты, художники, внешнеторговцы, артисты, поэты, и практически все они мужчины». Мы продолжаем наш разговор о профессиях. Итак, если вы помните, наши внимательные уже такие долгие слушатели, долгосрочные слушатели помнят, что мы говорили о профессии хирург, о профессии дирижер, о профессии архитектор. И вот оказывалось, что все они мужчины, что это всё мужские профессии. И, вы знаете, хочется продолжить эту традицию разговором об ещё одной профессии, которая, в общем-то, в России по-прежнему во многом является мужской — профессия дипломат. Поговорите об этом, поговорите о том, мужская ли это профессия, что такое быть дипломатом в России, что такое было быть дипломатом в Советском Союзе. Мы пригласили одного из патриархов нашего дипломатического корпуса, наших дипломатов, чрезвычайного и полномочного посла Анатолия Леонидовича Адамишина. Добрый вечер, Анатолий Леонидович. Добрый вечер. Рад вас видеть в нашей студии. Анатолий Леонидович, напомню, был послом России в Италии, Великобритании, был первым заместителем министра иностранных дел, был министром по сотрудничеству с государственными участниками СНГ. И вообще полвека на дипломатической службе. С 1960 года, да, если я не ошибаюсь? Ну, чуть меньше, чем полвека. С 1957 по 1998. 41 год. Понятно. Но как бы вы продолжаете оставаться тесно связанным с нашей дипломатической структурой, вы комментируете, постоянно выступаете на радио, вы заиск эксперта Ассоциации Евроатлантического Сотрудничества. Ну, только ментально, что называется. Ну, понятно. Ну, так возвращаясь к тому, с чего мы начали. Мужская профессия. Я так понимаю, что вот это даже до сих пор в нашем МИДе сохраняется такой, ну, так назовем своими вещами, своими словами вещами, такой мужской шовинизм, что женщина в России не может сделать дипломатическую карьеру, если только она не хочет добиться каких-то высоких секретарских должностей. Ну, я думаю, что для того, чтобы женщина в России или в Советском Союзе сделала карьеру, она должна была быть действительно выдающейся женщиной. Как Калантай. Как Калантай вспоминается. Примерно, да. Но плюсом того, что женщин мало, является то, что все они оставили после себя хороший след. Как вот Калантай, как Миронова была у нас такая, посол. Но, в принципе, когда я начинал работать, у нас на весь отдел была одна женщина, одна девушка. Сейчас ситуация изменилась. Сейчас в МИДе, когда я приезжаю в посольство к старым друзьям, я вижу, что к девушек стало гораздо больше. Но уже на карьерных дипломатических должностях. Раньше им была уготована роль машинисток, переводчиц, в крайнем случае, тоже очень немного. Изменения произошли явно с Новой Россией. Это не советский стиль, что называется. И я думаю, тут две причины. Первое, это то, что в 90-е годы, когда был серьезный кризис дипломатического ремесла, очень много молодых людей ушло из МИДа. Ну и вакуум заполнили женщины. Как в нашей системе менее социально удачливые, да, так сказать? Идущие вторым эшеломом. Это такая отрицательная причина. Положительная причина. Сейчас, мне кажется, стать дипломатом значительно легче, чем раньше. Опять-таки, изменились социальные условия. Раньше дипломатическая, как и вообще интеллектуальная, условно скажем, профессия, она котировалась. А уж тем более дипломатическая. Ну да, вспомним ту же цитату, да? Здесь живут дипломаты, художники, внешнеторговцы. Да, я могу еще одну цитату привести. Элита, советская элита. Да. Роберт Рождественский говорил, дипломаты, дипломаты, протокольная работа. Это вот связывалось с тем, что скользят, мол, дипломаты по паркету приемных, по паркету залов и так далее. Значит, изменился социальный статус, как вообще статус интеллектуальной профессии у нас сильно упал, я считаю. Раньше ученый, это было гордо, что называется. Сейчас, если смотреть, как действует против Академии наук, это уже не очень гордо звучит. Ну ладно, вот женщины. И женщины, мне кажется, не оплошали. Они заняли образовавшиеся бреши и очень неплохо работают. Ну, Анатолий Леонидович, все-таки женщины, как бы системно, мне кажется, все равно, эта структура гораздо более консервативна, чем другие отрасли государственной службы, чем другие, я не знаю, ну, посмотрите, женщины у нас сделали карьеры по партийной линии гораздо больше, ну, там я не стану говорить в армии, как где-нибудь там в Швеции или в Норвегии, там, женщины-министры обороны. Вот, но дипломатическая служба, мне кажется, она все-таки такая более патриархальная, иерархическая, консервативная, чем любая другая госслужба. Да, она, конечно, более консервативная, но, повторяю, сейчас все это сглаживается. У женщин, я думаю, есть тот серьезный минус, серьезный гендикап, что все-таки ей надо, кроме всего прочего, заводить семью, ей надо воспитывать детей. А эта дипломатическая работа с этим сочетается не очень здорово, поскольку она связана с выездами, длительным отсутствием из дома и так далее. Сейчас, я думаю, подойдет вот эта новая плеяда наших девушек, и мы посмотрим, что из этого получилось. И сейчас, я думаю, послов у нас женщин до сих пор крайне мало. Крайне мало. Так что еще у них большие шансы на продвижение. Ну да, большие шансы, большие, мне кажется, что здесь... А вот, скажем, уже на уровне отбора МГИМО на международных отношениях, на отделении тоже такая вот дискриминация в пользу мужчин? Я вам скажу, что МГИМО я не кончал, поэтому особенно... Вы экономический факультет МГУ, по-моему, заканчивали, да? Да. Вот эту внутреннюю кухню я не очень знаю, но у меня впечатление, что сейчас более демократическим стала возможность поступления на дипломатическую службу. Вы знаете, по-моему, вообще, вот я сейчас вспоминаю, я думаю даже о своей собственной жизни. Я ведь тоже отчасти начинал как, в общем, международник такой. Я поступал на международное отделение факультета журналистики МГУ в начале 80-х годов. И что я вам скажу? Брали только мальчиков. То есть вообще была, если так подумать, совершенно жуткая дискриминация. Брали только москвичей, только мальчиков и, так сказать, в основном после школы. То есть такая вот была тех... Но вот мне только сейчас впервые пришло в голову, что такая вот была дискриминация изначально. Мне кажется, в любой так называемой цивилизованной страны это было бы, собственно, поводом для каких-нибудь судебных исков. Не брали евреев и девочек. Да, но это, так сказать, негласное было, негласное ограничение. Евреев сейчас берут, девочек, наверное, чуть меньше. Ну, кстати, нет, евреи у нас там были. Вот, в том числе. Вот, но девочек не брали. И действительно, как я сейчас понимаю, в Советском Союзе была какая-то установка, что международная служба, она такая вот мужская. Наша служба опасна и трудна. И вот, кстати, в связи с этим второй вопрос. Может быть, это, вот говоря о советском менталитете, с тем, что это виделось какой-то такой, связанной с государственной безопасностью? Ведь, я думаю, вам, как послой, все это было хорошо известно. И видно, что большая часть сотрудников посольства – это, собственно, работники известных служб. Конечно, я думаю, весь государственный аппарат был в какой-то степени антифеминистский. И считалось, что женщина, она такую серьезную вещь, связанную с риском, с опасностями, она может не потянуть. Нам, конечно, еще здесь далеко от Саркази… Нет, не Саркази, извиняюсь, уже другой, да, который обещал. Я сделаю половину женщин министром. И сделал. И сделал, да. Но я надеюсь, что медленными шажками мы эту женскую дискриминацию, в конце концов, устраним. Вот, да, следующий мой вопрос, он в том заключается, что насколько велики были в Советском Союзе симбиотические отношения между дипломатической службой и, так скажем, КГБ и безопасностью? И насколько это было типично советское, или это везде в мире так? Ну, вы знаете, какие-то общие черты, наверное, есть во всем мире, да? Две профессии вроде бы и смежные, но и в какой-то степени конкурирующие друг с другом. Я думаю, что, как и в других случаях, очень много зависело просто от личных качеств людей. Но, в принципе, в принципе, конечно, была по отношению к соседям, как их мы называли… Да, 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 соседи, верно, вспомнил. Я, кстати, потом интересовался, откуда возникли соседи. Оказывается, когда был НКИД, Народный комиссариат иностранных дел, он находился там, где стоит памятник Воровскому. Воровскому, да, на Лубянке. И ближние соседи были, было КГБ рядом, а дальние – военные. А, понятно. Так это и пошло. Ах, слушайте, там же был первый, да, МИД еще когда, там, где этот Воровский. Вообще, конечно, странный памятник, при всем уважении к Васлова Васловича, один из самых странных памятников в Москве. Вы знаете, что было, мне кажется, неправильно, вот, если брать соотношение между этими двумя службами, что КГБ-вские ребята были в значительно лучших условиях, чем, скажем, МИД-овские. Я думаю, что это, во-первых, их развращало, создавало, знаете, такую касту неприкасаемых. А, с другой стороны, легко их выдавало, потому что достаточно было посмотреть, у кого машина с римскими номерами, например, в посольстве, да, а не с дипломатическими. Сразу у тебя взгляд был наметанный. Ну, не говоря уже о том, у кого была машина, у кого не было машины. Там был какой-нибудь атташе, у него была машина, и был, например, второй секретарь, у которого машины не было. Им покупались машины за счет службы? Ну, конечно. Как там бюджет был организован, я не знаю. Нет, наверное, бюджеты были разные. Вторая неприятная вещь, мне кажется, она до сих пор существует, заключается в том, что отдельно пишутся дипеши резидентами и послом. И это создает, конечно, серьезные условия для того, чтобы, если вдруг отношения не сложились между послом и резидентом ближних, и резидентом дальних, то тут могут быть всякие неприятные вещи, которые не то что в личном плане, но в государственном могут навредить. Я всегда проповедовал английскую версию. У англичан за все отвечает посол. То есть, ты не можешь написать телеграмму без посла. Ну, если она не касается единственных каких-то оперативных дел, которым послу нечего, так сказать, иметь. А посол от, скажем, British Council, то есть культурной службы, до разведки за все отвечает посол в посольстве, точно так же, как и в Foreign Office. Уже разошла речь на эту тему. Я вам скажу, что у англичан и другая есть очень прекрасная вещь. У них главный критерий эффективности работы посольства – это помощь, оказываемая своему бизнесу. Торгово-экономические вещи. То есть, нет такого, что политику ты можешь оценить, можешь не оценить, да? А здесь есть очень четкие оценки, что ты свои интересы пробиваешь действительно реально. И в зависимости от этого то или иное посольство находится на хорошем счету. А возвращаясь вот к нашей теме с соседями, конечно, вполне нормально складывались отношения на личном, на рабочем уровне. Мне, вроде бы, не очень повезло, как послу, должен сказать. В чем? У меня были некоторые трения. Но, правда, время было такое. Время в Италии. Я был последним советским послом и первым российским послом. А в Ушвангии чисто российским. Ну и тогда были несколько, что называется, смещены понятия, критерии и так далее. Ну тогда, да, это время было очень тяжелое для КГБ, когда, собственно, я думаю, служба госбезопасности затаилась на вот эти вот годы переходные. Ого! Не то, что она затаилась. Она в некоторых случаях ушла от своей основной работы и переключилась на то, чтобы искать, так сказать, недругов, где их можно было искать легко. Я думаю, что это не будет превышением моих, что называется, полномочий, если я скажу, что один из этих ребят, после того, как мне была вручена медаль КГБ за содействие, помощь и так далее, через несколько дней написал депешу, Адамишин собирается в Лондоне остаться, он уже купил здесь недвижимость. Представляете себе? Вот. И только когда я... И этот парень, он продолжал со мной отлично улыбаться, разговаривать. Вот. И только когда я приехал в Москву, мне сказали, ты что, в общем, делаешь? Ну, хорошо, это был Примаков, министр, он говорит, ну, чтобы не писали, я же это самое, я тут знаю, я сижу. То есть, возможности для non-fair play... Ну да, для интриг таких, да, подковерных. Да, они существуют именно из-за того, что, а, одни люди поставлены в более привилегированные отношения, чем другие, и, б, то, что есть возможность сделать это под ковром. Ну да. Но, в целом, как я понимаю, КГБ все-таки имело такое-то, что называется oversight. Некое правонадзора, скажем, при вопросах отправки человека на вот софт-загранслужбу, на работу. То есть, проходил некий скрининг кандидатов. Ну, безусловно, безусловно. И здесь тоже были возможности для злоупотреблений. Так же и потому, что никто ведь тебе не говорил, что тебя завернуло КГБ. Да? Вот. Объясняли всякими другими причинами. Нет, это не были с этой точки зрения времена уж больно хорошие. Хотя это был один, я думаю, из немногих таких отрицательных моментов, которые, как я обычно говорил своим коллегам, делают твою работу сложнее, но не снимают необходимости ее выпавлять. Ну да. К вопросу о сложности вашей работы. Вот как это быть особенно высокопоставленным уже дипломатом, публичным дипломатом, уже затем послом, как вы? Это, ну что, 24 часа в сутки надо выполнять эту работу, да, постоянно и на приеме всегда, и при любом общении, при проходе по улице. Вы постоянно должны помнить, что может быть какая-то провокация, что нужно как-то там с человеком. Вот это вот меня очень интересует в дипломатической работе, то, что нет четкого разграничения, когда вы, скажем, посол, да, в какой-то западной стране, да неважно в какой стране, между жизнью и работой. То есть ваша жизнь превращается в сплошную работу. Ну, это вот, как говорят англичане, жить над лавкой. То есть у тебя магазинчик внизу, а спальня наверху. Это есть, это есть. Но мне кажется, что это не самое сложное, что есть в дипломатической работе. Когда меня спрашивают, какое качество поставил бы на первое место, я бы, я всегда говорил, прежде всего, должна быть человеческая личность. Вот общечеловеческие качества, они важнее, чем, скажем, качество дипломатическое. Если ты порядочный человек, ты всегда станешь хорошим дипломатом. Ну, не всегда может быть, если уж генетически совершенно не способен. Но если ты человек непорядочный, если ты человек нечестный и, там, не дай бог, бездоимный, поскольку в мои, по крайней мере, времена дипломатическая служба была одной из немногих, которая давала возможность выезда за рубеж, вот, и всяких других благ и так далее, то тебе будет очень-очень трудно стать дипломатом. Нету, мне кажется, такой профессии дипломата. Есть профессия слуга государству. Вот это главное, что ты должен помнить, что ты служишь государству. А если конфликт, возможно ли, я не знаю, конфликт собственной личной, особенно, вот, скажем, в любом государстве, в любое время может быть, но особенно в Советском Союзе, между службой государственным интересом и своими личными... Я как раз хотел сказать на эту тему, потому что первый пункт — служить государству. Второй пункт — как служить государству. Первый пункт уже сам по себе важен, потому что каждый государственный служащий, каждый государственный деятель, он какую-то часть служит на родину, работает на родину, какую часть он работает на себя. Это человеческое дело, от этого никуда не скроешься. Весь вопрос в пропорции. Сколько ты уделяешь, так сказать, родине, сколько ты уделяешь сам себе. И если для тебя, предположим, самое важное — это сохранить свое место, свой пост, будь это дипломатический или это пост министра, или это пост генерального секретаря, то у тебя тогда очень сильно смещаются эти пропорции. И второй пункт — уже как служить этому государству. Тут, мне кажется, очень важно, чтобы человек, почему я говорю личность, чтобы он представлял себе, какие интересы есть у этого государства. Не то, чтобы у него вбивали, вот что ты должен знать, понимаешь ли, там, победа коммунизма во всем мире и так далее. Особенно вот на фоне этой нашей, нашего раздвоения, некоторой шизофрении идеологической. Возникали ли конфликты на моей практике? Возникали конфликты. Как решались эти для меня самого? Они решались тем, что я апеллировал не к общественному мнению, не, скажем, выходил на улицу с протестами. Чего не было, того не было. Я апеллировал к власти собственной, пытаясь показать, что то, что она делает, или то, что делают ее отдельные представители, это неправильно. У вас были возможности какие-то? Скажем, можете назвать какие-то эпизоды, в которых вы были несогласны? Ну, не знаю, там, 68-й год, вот войско Чехословакию. Я вам могу назвать два конкретных эпизода, которые мне показалось, что я пошел, что называется, по своим убеждениям. По убеждениям. Да. Есть такое понятие «общеевропейское совещание», это символ процесса разрядки и так далее, и так далее. Вот. И были встречи после «общеевропейского совещания», там «Белградская» закончилась совершенно неважно. И потом была «Мадридская встреча». Да, помню. Она продолжалась три года, вот. Она была сплошная, можно сказать, ссора, сплошная рубка, вот. А я этот «общеевропейский процесс» вел, наверное, десятилетиями в разных качествах. И отвечал тогда, как заведующий Первой Европы, то есть чиновник средней руки, отвечал на рабочем уровне за этот процесс. И я вижу, что мой министр не настроен на успех «Мадрида». И не настроен по той причине, что получается, что нас там клюют за гуманитарные дела, нас клюют там за заключительный акт, а ребята типа Сусловых и Ко говорят, а кто ввёл в заключительный акт эти моменты? Кто там права человека, понятие, записал? МИД, вот. И на Андрея Андреевича это, так сказать, отражалось. А на такой встрече, как в Мадридской, больше всего как раз нас клювали по гуманитарным делам. Значит, дело идёт фактически к провалу Мадрида. Ну, мало того, что символ разрядки гибнет. Кроме того, там должна была быть принята резолюция осознанной конференции по разоружению военной разрядки в Европе. Если не будет Мадрида, не будет и разоружения разрядки, да? И когда я вижу, что ни наш представитель в Мадриде, пишущий свои телеграммы, ни я, здесь отвечающий за это дело и говорящий с министром, не может добиться своего, у меня остаётся единственный вариант. Я звоню по вертушке, как мы называли, правительственной связи, помощнику Андропова, Анатолию Ивановичу Блатову. Анатолий Иванович поначалу не понимает. Да нет, всё в порядке. А не понимает, потому что не все телеграммы он получает. МИД рассылает телеграммы, никто иной, да? Вот. Но быстро врубается. Вот. И на следующий день мне звонит и говорит, позитивный сигнал возымел действие. А я уже вижу по поведению министра, что всё в порядке. Он нас перенацеливает на конструктивное завершение Мадрида. Почему? Потому что Андропов, над которым не висела вот эта возможность быть обвинённым в то, что он что-то там, понимаешь ли, сделал для прав человека, да, он совершенно не был заинтересован в том, чтобы была такая участь уготована Мадриду. А как только министр получил соответствующее напутствие от генерального секретаря, у него всё сразу стало на своё место. Ну, понятно, да, потому что вертикаль была вертикалью. Да. Я тогда молился только, чтобы вертушка не прослушивалась. Но это довольно редкий случай. Редкий случай в том плане, что невозможно было, даже вот такими экстраординарными вещами много поправлять. Скорее, речь шла о том, чтобы не попытаться уменьшить ущерб. Ну, второй случай, коротко. Я сидел в Лондоне, и мне очень не нравилась наша позиция по Югославии. Это уже девяностые. Это да, девяносто четвёртые, девяносто пятые. Вот. Очень мне не нравилась эта наша позиция по Югославии. Я считал, что мы слишком тут перед американцами, что называется, заискиваем. Ну, даём слабину, даём слабину. Вот. И теряем, теряем на этом деле. Россия теряет. Вот. Я пишу телеграмму, свою такую штуку излагая. Ну, как? Я пишу не один. Есть советник-посланник, есть советники. Вот. Когда написано уже, я его спрашиваю, советника-посланника. Ну, что, посылаем? Он говорит, это чётко против мейнстрима. Вот. Так что решайте вы. Хорошо. Мы посылаем. Никакого результата. Посылаем вторую телеграмму. Никакого результата. На третий раз я пишу министру Козыреву. Прошу доложить эту телеграмму президенту России. На следующие два дня меня вызывают в Москву. В Сочи происходит совещание, где обсуждаются эти вопросы. То есть меня вызвали для этого туда. Вот. Ну, надо сказать, что ничего так и не было решено в том плане, в котором я бы хотел. Но это была возможность. Вот, я думаю, то, что открывается для чиновника, для слуги государевой, когда его точка зрения расходится с... Ну, да. Расходится с официальной линией, с основной. Ну, то есть... Но, тем не менее, все-таки для вас было, существует, наверное, как вы говорите, для слуги государева, то, что американцы говорят, it's my country, right or wrong. Абсолютно точно. Права она или не права, это моя страна. Абсолютно точно. Это первое, что каждый дипломат должен запомнить. Иначе не идти в дипломатическую службу. Иначе он должен уходить в отставку, что, к сожалению, не только в нашей службе, но и в нашей политике дело немыслимое. А как, скажем, вот эта вот ежедневная постоянная загруженность с работой? Ну, скажем, на приемах вы общаетесь с людьми. Тоже ведь расслабиться нельзя, да, скажем, выпить нельзя. Постоянный контроль вот этого. То есть приходится, наверное, это мучает как-то, да? Постоянный контроль за разговором, контроль за едой, контроль за спиртными напитками. Ну, вот что касается спиртных напитков, то, конечно, на МИДовцев вложилась двойная нагрузка. Одна общерусская, и вторая профессиональная. Вот. И должен вам сказать, что немало моих товарищей в Министерстве иностранных дел спилось в самом прямом смысле этого слова. То есть как профессиональное заболевание фактически из-за ежедневных приемов. Было такое. Да не только ежедневные приемы. На работе как пили. Стресс? Приезжает человек, надо выпить. Уезжает человек, за граммку надо выпить. И так далее, и так далее, да? Вот. Ну, и к тому же, конечно, стрессовые нагрузки. Но вот профессионалы чем отличались, что как раз на приемах они не надирались. Они уж, если позволяли себе, тогда, когда дело, что называется. Поэтому основная масса все-таки не попала в экстрим. Я не стал бы говорить, что на дипломатов, на посла ложится очень большая ежедневная нагрузка. В конечном счете все идет по своим стандартам. Более-менее ты разбираешься, что делать. Есть прием, на который нужно идти и нельзя выпить. Есть прием, на который можно идти и можно выпить. Есть прием, на который не нужно идти. И ты, скажем, посылаешь жену или советника-посланника. Так что такого уж слишком... Это можно говорить. О, боги мои, какая на меня нагрузка сыплется. А вообще вот ежедневная жизнь в посольстве, советское посольство за рубежом. Я немножко сталкивался и тогда еще, и до всех наших перемен 90-91 года, в меньшей степени после. Оставляли ощущение каких-то таких очень замкнутых самодостаточных субкультур. И вот мне кажется, что после 91-го года они, в общем-то, и остались такими заповедниками немножко старого образа жизни. Насколько проста, насколько сложна вот эта вот жизнь внутри посольского компаунда? Ну, я вам скажу, что посольство — это не лучшее место для жизни с точки зрения комфорта жизненного. Это, конечно, замкнутый круг. Это, конечно, постоянные глаза друг за другом. Это, конечно, ревность то ли ведомственная, то ли какая-то еще усугубляемая тем, что люди трутся, что называется, задница о задницу. Но мне кажется, что и эти вещи сильно преувеличиваются, когда говорят о трудностях дипломатической работы, потому что все зависит от шефа, что называется. Как сверху это пойдет, спокойная вещь, так и народ будет работать спокойно. И я знаю вот наших послов, я спрашивал, ну, как у тебя там отношения с резидентами, как у тебя там отношения в посольстве? Те, кто сумел найти правильный модус вивендии, те вполне хорошо работали. Ну, я когда получал первый свой административный пост, я пришел к Льву Исааковичу Менделевичу. Был у нас такой в МИДе один из самых толковых людей. Я его спросил, Лев Исаакович, как вообще с людьми работать? Я, мол, ничего еще не знаю. Он сказал, первое качество – честность. Все, больше тебя ничего не требуется. Потом я начитался всяких бумаг, разговоров, говорил я с президентом Рено, спрашивал его, как он подбирает себе людей. Он говорит, я подбираю людей по принципу смелости. Он должен смело тебе говорить свою точку зрения. Вот главное, что я требую. А потом у Ленина уже, не к ночи будь помянутым, я вычитал фразу, что начальство не имеет права на нервы. Значит, если ты ведешь ненадрывную дипломатию, то тоже это вполне нормально складывается. Ну, при этом все-таки в советских посольствах, мне кажется, не поощрялся контакт, скажем, дипломатов, их семей с внешним миром. То есть они были достаточно замкнутыми системами. Они были регламентированы, безусловно. То есть пойти там заняться с какими-то, не знаю, выставками с американскими, там, скажем, американская посольство США, с художниками, ну, как сейчас, скажем, западные дипломаты в Москве. Они совершенно свободны в своих перемещениях, своих знакомствах. Я думаю, что и послы стали наши более свободными. Тогда это было, конечно, оставляло желать лучшего. Контакты регламентированы. Да, что говорить, если, когда я пришел работать, тогда еще ты обязан был докладывать о каждом контакте. О каждой, скажем, открытке, которую ты послал своим друзьям за рубеж, с которыми учился вместе. Да, да. Мы с тех пор, конечно, прошли большую дорогу. Но могу вам сказать, когда я был заведующим Первой Европы, туда входила Франция и французский посол Фроман Мюрис. Я думаю, уточним для наших слушателей, наверное, Первый Европейский отдел. Да, Первый Европейский отдел – это в МИДе. Туда входят Франция, Италия, Испания, вот это, Западная Европа, что называется. Вот. И я получил первую в своей жизни государственную квартиру. Через какое-то время я этого Фромана Мюриса, который хорошо говорил по-русски, очень любил Россию. Не любил советскую власть, но Россию, Россию любил. Дочь у него училась в московской школе балета при Большом театре. Я пригласил их женой домой. Ну, он там ходил, посмотрел, повожинали. Потом говорит, а знаете, месье директор, я первый раз в российском доме. Хотя я работаю в России уже там под полтора десятка лет. Он до посла еще работал. То есть вот такие были вещи. И мне мой старший товарищ Шкапица, вот, такой был заведующий всем китайским направлением. Из семьи физика, нет? Нет, другой. Однофамилец? Михаил Степанович, да. Он мне по-простому говорил, с послами не трепись. Все прослушивается, сам себя не узнаешь. То есть тогда, когда ты хотел быть более-менее нормальным, так сказать, человеком, ты одновременно знал, что ты чем-то рискуешь. Ну, смотрите, а с другой стороны, вот, я сейчас думаю, если посмотреть на МИД с другой стороны, чем был МИД в советской структуре. То есть, с одной стороны, да, консервативная некая структура, строго иерархическая, ориентированная, естественно, на интересы государства. С другой стороны, вы же были таким интерфейсом с внешним миром. То есть у меня такое ощущение, что в среде МИДовской, в 60-е, 70-е, 80-е годы выросла некая каста, которую, ну, даже не каста, а некая прослойка людей, которую я бы, условно, назвал международники. То есть, это люди, которые понимали неизбежность перемен, понимали, просто имея доступ к Западу, имея доступ к информации, понимали всю проблематичность и, собственно, обреченность советской системы. Сергей, вы затронули крайне интересную тему, которую, я думаю, стоит как-нибудь, как вы говорите, раскопать. Потому что, да, я просто закончу, я вот этих людей видел, это, собственно, были международные панорамы, там, и Кондрашов, и Бовин, этих людей я видел в Искане, в ММО, в Институте США и Канады, в ММО, там, ГИМО. То есть у них был какой-то такой либерально-западный флёр, и я видел таких немного циничных, умудрённых либеральных людей, которые, по-моему, в общем, как-то готовили перестройку и всё, что затем произошло. Я бы расширил это понятие. В государственном аппарате, который был сталинским детищем и который был и остаётся весьма консервативным, и, я бы сказал, реакционным в значительной части, была прослойка, которую, вот, вы охарактеризовали как либеральную, её можно было бы назвать и как социал-демократическую. И что интересно, что водораздел шёл не между, скажем, в МИДе голуби, а в КГБ ястребы. Водораздел шёл внутри ведомств. Были свои немногочисленные голуби в МИДе, ещё менее малочисленные голуби в КГБ, совсем уж малочисленные в аппарате Центрального комитета, хотя там тоже было много. И вообще вот такая порость та международников, о которой вы говорили. И это люди, дети 20-го съезда, 22-го съезда. Подождите. Не, ну 20-го, имею в виду, 56-й, да, Хрущёвский, да. 20-го, конечно. Уже вот теперь съезды партии стал путать, раньше это было невозможно. Так, глядишь, ещё три источника и три суставные части перепутать. Вот. И эти дети 20-го съезда, они потом встали в ряды перестройки. И я потом на нескольких был собраниях, посвящённых 20-му съезду перестройки и так далее. И я видел, что такая прослоечка небольшая была повсюду. В научно-эстетических учреждениях. Вот эти знаменитые кухни наши, да. Вот. И у них было два критерия. Первое – служить Родине, а не только себе, или, предположим, не себе, да. И второе – не лгать. Люди тогда страшно устали от лжи. Лжа пронисывала буквально все, что называется, поры. Ну, можете себе представить, когда с открытой трибуны комсомолы говорят «Леонид Ильич, мы рады счастью учиться у вас горению». Это Леонид Ильич, который к этому моменту уже еле вообще ноги перебегал. Уже, да, дотлевал. И вот, скажем, эта когорта, она способствовала, кстати, подписанию заключительного акта. Который, в общем, был большой уступкой Советского Союза, собственно, глобальному миру. А это была большая уступка глобальному миру в, что называется, лице тех, кто думал, что это уступка наша. Но это была уступка нам самим себе. Для нас это было важно. Да, согласен. Вот в чем все дело. Откуда это шло? Потом, конечно, это было воспринято ребятами типа Суслово, когда сказали, слушайте, вы заплатили Западу третьей корзиной, то есть правами человека, за то, что мы уже имеем в кармане границы и так далее. Потом оказалось, что мы и границы не имеем в кармане. Но кто все-таки обеспечил успех общеевропейского совещания? Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев. Его соответствующим образом настроили помощники. Он с самого начала решил, что он подведет черту под Второй мировой войной, как большой фронтовик. И на этом деле, за счет как раз действия этой либеральной когорты, такие вещи, как общеевропейское совещание, удавалось сделать. Но, повторяю, это были редкие исключения. Не удалось помешать Афганистану, не удалось помешать гонке вооружений, не удалось помешать Чехословакии. И целому ряду таких вещей. Нет, понятно, что советская машина, она, собственно, шла своим курсом. Но внутри этой машины просто люди, которые по долгу своей службы были более открыты информацией. Мне кажется, что самой информации было достаточно для того, чтобы люди что-то осознавали и переоценивали внутри себя. И даже своим внешним видом они вносили некую либеральную фронту в общий пейзаж брежневских 70-х. Да, и вот эти диссиденты, внутренние диссиденты, они, конечно, сделали немало дела. Есть такой английский ученый, Сервис, который писал, что диссиденты, которые стояли по правильную сторону от КГБ, он называл кинорежиссеров, музыкантов и так далее, сделали для либерализации больше, чем те, с которыми КГБ боролось. И вот он там называет художников, литераторов и так далее, совершенно правильно называет. Ну а внутренних диссидентов, которые были в КГБ, он ничего не мог знать, а там были такие люди. Ну да, да. Ну и в МИДе, и в экспертном сообществе, собственно, вспомнится даже ММО времен Иноземцева, что это... Иноземцев был блестящий, блестящий образец честного подхода. Раз. И то, как расплачивается за этот честный подход. Два. Если уже говорить дальше о тех, с кем вы работали. Вы из Громыка сколько, 28 лет проработали? Ну, 28 лет нельзя сказать. Просто в 57-м году министр стал министром, а я вошел в Смоленскую площадь. Но долгое время были спичрайтером? Но долгое время, я бы так сказал, лет 20 примерно, я был в такой довольно большой близости к генштабу нашей дипломатии. Был этим очень недоволен, прорвался уехать, как мои все товарищи. Но я 25 лет просидел в центральном аппарате. В смысле, пытались уехать послом куда-то? Нет. Сначала не послом. Сначала там советником или еще кем-то. Но 25 лет я безвылазно там провел. Вообще, в вашей дипслужбе, что для вас такие наиболее волнующие годы? Это были годы посольские или годы работы в центральном аппарате? Я думаю, что самые волнующие годы были годы перестройки. В первые три года перестройки, я их вообще называю, ой, эти лучшие три года, у меня не было люфта между тем, что я делал, и тем, во что я верил. И это, конечно, давало огромные, огромные ощущения. Плюс к этому времени все-таки Горбачев, Шеварнадзе, они давали, по крайней мере, поначалу, значительный простор в собственной деятельности. Я занимался урегулированием монголо-намибийского конфликта. Ну, во-первых, он интересовал гораздо меньше, чем другие вещи. Но я сам мог придумывать, как этот конфликт решать, и сам это дело осуществлять. Но, естественно, в команде. Вот это давало, действительно, огромное удовлетворение от работы. И тогда вкалывали, вкалывали, как бешеные. Вы знаете, в застойные годы у нас хватало времени на все. На охоту, на баню, на культурную жизнь в Москве, на разговоры о том, какая же у нас плохая внешняя политика. На это все хватало времени. Но вот когда в перестройку ты должен был показать, «А что же ты можешь теперь сделать, когда такие возможности открылись?» Это был, действительно, захватывающий период. Но, к сожалению, очень короткий. Да. Ну, вот-то возвращаясь к этому вопросу, Громыко, Шеварнадзе, какие у вас наиболее такие сильные впечатления от работы с нашими министрами иностранных дел остались? Ну, это долгий, долгий разговор. Долгий разговор. Я скажу, может быть, одной фразой. Я не поклонник Громыко. Я не поклонник Громыко, поскольку все-таки близко видел вот эти пропорции работы, о которых я говорил выше. А если взять... Это была что, сталинская закалка еще? Я думаю, да. Это был человек из той системы, когда нужно было любой ценой выжить. Да, да. Вот. Причем в эту любую цену вкладывалось, действительно, слишком много. Ну, просто брать объективные вещи. Вот. Там Куба, Чехословакия, Афганистан, размещение ракет СС-20, гонка вооружений в принципе. Вот. По всем этим позициям, позиция, вернее, точка зрения Громыко была такая же, как руководство нашего. Я не могу сказать, что он был новатором, в смысле инициатором того, чтобы вводить войска в Афганистан. Но он присоединился к этому решению. Он не представил альтернатив, альтернативные точки зрения. Он был председателем комиссии политбюро по Афганистану. То есть у него, как ни у кого другого, была возможность. И вы знаете, были люди, которые открыто выступали против такого решения, как Агарков, например, начальник генерального штаба. Он открыто выступал, я имею в виду, открыто на своих форумах, на политбюро. Когда он один раз, так сказать, уж совсем пошел до конца, ему просто заткнули рот. Вы сюда приглашаетесь не для того, чтобы высказывать свое мнение, а для того, чтобы выслушивать решение политбюро и записывать его, и выполнять его. И тогда решения принимались фактически троицей. Андропов, Громыко, Устинов. На них и лежит основная ответственность за то, что, во-первых, начали это дело, допустив колоссальнейший просчет, поскольку считали, ну ничего, два месяца мы напугаем аджахедов, поддержим, сменим руководство, вместо Амина Камраля, вот, и можно потом, так сказать, начинать. Была, во-первых... Кармаль, да, Бабрак Кармаль. Кармаль, да. Да, Кармаль, да. Была вот этот такой сильнейший просчет, а потом не хватило ни сил, ни воли, чтобы выйти из этого дела. Знакомая картина, как вспоминается, силами одного парашютно-десантного полка, да, как это повторилось у нас. Да, ограниченный контингент. Да, и ограниченный контингент. Ограниченный контингент, понимаете? Вот это тяжелая ответственность, я вам скажу, на людях, которые принимали такое решение. Самое светлое из ваших, самое любимое из ваших вот таких внешних поездок назначений, что? Италия? Ну, я думаю, что мне обе страны попались очень хорошие. Да. Италия имела свои плюсы, все-таки я начинал переводчиком итальянского языка, поэтому там это для меня были как домашние туфли. Я приехал через 25 лет после того, как уехал оттуда переводчиком, приехал послом, вот, и встретил тех же, кстати, итальянцев, у них тоже был свой застой. Поэтому у меня что с президентом Косыга, что с премьером Андриотти были прекраснейшие отношения. Я приходил к ним без переводчика, мы с ними разговаривали очень, так сказать, не то, что Италия большие играют роли, но тогда я последую английской этой манере, Италия у нас вышла во вторые партнеры торгово-экономические Советского Союза. Англия была сильна как вызов. Я не англичанин, что называется, не по языку, ну, хоть английский знаю, но не по языку и не по происхождению. Но если ты охомутаешь англичан, условно скажу, то тебе тогда уже ничего не страшно. То есть это для дипломата и вообще для, может быть, советского, российского человека одна из самых сложных стран? Я думаю, не просто одна из самых сложных, а самая сложная. Самая сложная. Да, потому что, ну что, ты приезжаешь в Соединенные Штаты, ты либо материшься с ними, вот, либо там, ну, по большей части материшься, вот, трудно находить. С англичанами можно было играть, можно было находить какие-то нюансы, потом у них было замечательное чувство, что они все знают, а сделать мало что могут. Я приходил к замминистра, к министру Херду, только открывал рот, он говорит, посол, вы недовольны, как действуют американцы? Я говорю, yes, sir, вы хотите, чтобы мы вам помогли что-то сделать? Yes, sir, давайте посмотрим. Это народ... То есть он предупреждает уже ваши, да, реакции? Он прекрасно понимал всю ситуацию. Там не нужно было вешать лапшу на уши, не нужно было что-то, так сказать, объяснять. Причем англичане, вот, говорят они, снобы, и недоверчивые, и вероломные. Я вам скажу, что я не встречал более верных людей, чем англичанин. Если ты пересилишь первый срок, когда он должен к тебе привыкнуть, а тем более он должен привыкнуть к варвару в его понимании, потому что он, хоть об этом никогда не скажет, но в глубине души уверен, что он вообще соль земли, да? Да. если ты с ним найдешь общий язык на основе интересов собственных, так сказать, страны своей, страны его, с ним можно всегда иметь дело, он никогда не подведет. Ну, наверное, сейчас они тоже немножко испортились, но имперская их вот эта выдержка, закваска, да, и форинг сервисом. Жесткая верхняя губа. Анатолий Леонидович, 1957-2012, 55 лет. Можете вы сказать, вот сейчас мы уже ближе к концу нашей программы, суммировать в двух словах, как относились к Советскому Союзу тогда и как относится к России сейчас в мире? К Советскому Союзу, ну, так же, как и к России сейчас, отношение было, конечно, очень дифференцированное. Я когда начинал, еще были очень сильны отношения, скажем таки, коммунистические. Сильные партии коммунистические за рубежом, Советский Союз, как страна победившего социализма. Я помню, в 68-м году, правда, до Чехословакии приезжал в Подгорный в Италию, ему дали возможность выступить на открытом митинге фиата рабочих, но это была просто манифестация. Вот они приветствовали нашего, что называется... Ну, как лидера глобальной альтернативы. Да, как лидера глобальной альтернативы, совершенно точно. Значит, вот это была струя. Была струя лютой ненависти, конечно. Страх, страх, еще был. Страх, лютая ненависть. И в определенном отношении делали различия, по крайней мере, та интеллектуальная публика, с которой я сталкивался, делали различия между Россией и советской властью. Вот советскую власть они прекрасно знали, ее, что называется, оценивали как нужно. Вот. Но я думаю, что если суммировать из этого компота, то главное было, так сказать, уважение страха. Уважение страха. А потом, никогда не знаешь, что эти русские выкинут. Да? Вот они, понимаешь, в Афганистан зашли. Зачем? У них там все было свое уже. Да? То есть, это народ абсолютно непредсказуемый. Почему и старались нас размягчить-то для того, чтобы все-таки сделать нашу политику более ясной. А сейчас размягчили? Ну, как писал Алексей Толстой, ходить бывает склизко, пока можно мыны. Затем о том, что близко, мы лучше умолчим. Весьма дипломатический ответ. Но я бы вам сказал, что если все суммировать, я бы предпочел быть дипломатом тогда, а не сейчас. Тую эпоху, нежели в нынешнюю. Да. Понимаете, все-таки мы могли, заблуждались мы или нет, мы могли гордиться своей страной. И не только потому, что у нее военная сила, а потому, что мы знаем передовую дорогу, мы по ней идем, мы показываем всему миру, у нас бесплатное образование, у нас бесплатное здравоохранение, у нас повышается уровень жизни и так далее, и так далее. Мы могли гордиться страной. Горбачева однажды сказала, хорошо, можно было быть одновременно коммунистом и патриотом. Еще тогда это, так сказать, позволяло. Но потом, к сожалению, очень много сошло на нет. сейчас есть столько моментов в нашей жизни, которыми гордиться крайне сложно. Причем, на мой вкус, это наиболее чувствительные, наиболее жгучие, наиболее жгучие вещи. Так что, в этом смысле, конечно, дипломатом быть и быть в ладах собственной совестью сейчас сложнее, чем это было 50, даже 30 лет назад. Я думаю, не только дипломатом, всякому человеческому человеку. Во времена Павла I Остен Сакин написал единственный выход для порядочного человека умереть. Но он, правда, предпочел убить императора. Вот мы во времена застоя мы сумели избежать этих двух крайностей, что называется. Хорошие исторические аналогии. Ну что ж, высоты вашей карьеры, вашей совершенно беспримерной на многие десятилетия многих министров иностранных дел, генеральных секретарей, президентов растянувшейся службы. Такие вот сравнения можем мы проводить. Я благодарю вас, Анатолий Леонидович, за ваш рассказ. Вы знаете, говорят, что дипломат человек, который дважды подумает, прежде чем ничего не сказать. Но вот я думаю, что вы все равно столько нам здесь сейчас рассказали, что, наверное, не дважды, а четырежды подумали, но все-таки сказали все, что должны были нам здесь сказать. Я благодарю вас за этот разговор в нашей серии программ о профессиях, профессия дипломат. У нас в гостях был Анатолий Леонидович Домышин, чрезвычайный полномочный посол Советского Союза, ныне Россия. Благодарю вас за этот разговор. Это была программа Археология, продюсер Дина Турбовская, за пультом Евгений Лабыч и я ваш археолог Сергей Медведев. Доброй ночи и удачи.